Договор о неагрессии, принцип о неагрессии. У нас не стоит задача заставить его соблюдать всех. А вот про это, кстати, у меня был следующий вопрос. Как ты представляешь рост политического влияния ЛПР? Ну, то есть, смотри, борется ли ЛПР за участие в выборах? То есть, допустим, участие в, как это в России называется, Госдума, короче, чтобы вас избрали в Госдуму. Чтобы у вас там была своя франция. У нас, более того, у нас есть несколько муниципальных депутатов в Госдуму. Ну, сейчас, я думаю, ты следишь за новостями, знаешь, что сбаллотироваться практически нереально. Но мы тут тоже... Подожди, Юниман недавно пытается что-то там... Ну, Юниман, у Юнимана отдельная история, да. Я желаю ему удачи. Я тоже. Но Юниман такой один, и не только потому, что он хорошо работает, но и потому, что он по какой-то причине не привлекает того внимания, которое привлекают все остальные кандидаты, так скажем. Ну, поэтому он и один, собственно. Ну, вот, допустим, ЛПР, оно собирается участвовать? Ну, мы рассматриваем, возможно, сейчас это зависит... Сейчас вот все, кроме Юнимана, когда они объявляют о том, что они выдвигаются в Госдуму, они тут же садятся под домашний арест. Не, ну просто смотри, а как вообще политическая партия представляет себе увеличение своего влияния в обществе и возможности трансформации этого общества, если вы не будете участвовать в выборах? То есть там, ну, как бы есть только два варианта. Первый там законный и легальный, а второй это там революция какая-нибудь. Ну, нам абсолютно все равно, каким образом общество будет двигаться в сторону больших свобод. Если это возможно делать в рамках системы, мы будем это делать в рамках системы. Если нам придется работать за пределами системы, мы будем работать за пределами системы. Я не сказал, что либертианская партия не будет участвовать в выборах. Мы будем участвовать во всех выборах, на которые нас допустят, на которые нам удастся пробиться. Однозначно совершенно. Любой метод продвижения общества, подталкивания общества в сторону свободы хорош. Всеми этими методами мы будем пользоваться, когда это будет рациональное использование наших ресурсов. Окей. Ну, смотри, допустим, ситуация тем или иным способом, УПР приходит к власти. Либо через выборы она занимает парламентское большинство, своего человека двигает представителя либертианской партии в президенты, этот человек становится президентом, или, не знаю, иным способом, через революцию вы приходите к власти. Что это будет означать для государства и для всего общества в целом? Потому что, смотри, другие государства, с которыми, допустим, Россия граничит, если мы про Россию говорим, они не планируют отказываться от государства или минимизировать его влияние. Допустим, у них остаются какие-нибудь формы авторитарной государственности. Вот ЛПР какую программу будет проводить, оказавшись у власти? То есть, понятно, да, расширение пространства человеческих свобод, там, либерализация всего и вся, там, все, что там запрещено, оно должно быть разрешено. А не так, все будет совсем не так, как будет. Ну, скажи тогда, как будет. Ну, у меня есть простой ответ, потому что тот вопрос, который ты задаешь, он находится не в плоскости идеологии, он находится в плоскости реал-политик. Как нам расширить пространство свободы без того, чтобы обозлить против себя большую часть населения, без того, чтобы сломать жизни? Не, я не про обозлить, я скорее про то, что, смотри, если враги государства захватывают государственную власть, и как бы само государство делается слабее за счет этого, потому что цель это именно ослабить, там, государственное насилие, государственные институты и так далее, не приведет ли это к тому, что другие государства, они просто, ну, воспользуются этой ситуацией? Нет, ты воспринимаешь очень вульгарном смысле идею ослабления государства. Ослабление влияния государства на жизнь отдельного человека внутри этого государства, а вовсе не ослабление, например, его обороноспособности. Я регулярно говорю о том, что вот ядерная бомба, это, в принципе, то, что сделало либертарианскую теорию воплотимой в жизнь. Я думаю, до 20 века такая идея даже не появлялась в принципе, потому что влияние внешних там армии, оно было настолько значительно, что мечтать об обществе чуть более дорегулированном, ну, было слишком утопично. Вот бомба этот вопрос решила, даже грязная бомба в Северной Корее позволяет этой стране быть обороноспособной, понимаешь? У нас есть ядерный арсенал, который... Подожди, это помогает, если идет прямая военная интервенция, а если у нас просто либертаранцы приходят к власти и, например, перестают контролировать границы, исходя из того, что там граница это неправильно, граница это там плохо... Не-не-не, ну, во-первых, я-то выступаю... Начинается какая-то, допустим, ползучая экспансия и так далее. То есть неужели же по каким-то бандам, там, я не знаю, будете ядерным оружием херачить? Ну, то есть, это как-то странно. Снова, вот есть пространство идеологии, есть пространство реальной политики. И задача работы политической, реально политической, заключается в том, чтобы принимать решения таким образом, чтобы они не разрушили то геополитическое пространство, в котором вы работаете. И я объясню сейчас, вот, например, первый шаг, который бы я сделал в такой гипотетической ситуации для реформирования в пользу сторону либертарианства. Вот давайте мы сейчас. На территории России, вот все законы, которые нам достались в наследство от режима Путина, да, это отец, мы их оставим все вот как они есть. Вообще трогать не будем. Но на новых территориях, незаселенных, либо слабозаселенных, где люди смогут договориться, мы дадим людям возможность выходить из большей части тех законов, которые в этом государстве существуют. Именно выходить там, где люди это хотят сами. Таким образом, мы не разрушаем работу государства. В том виде, в котором она функционировала до этого. Но даем людям достаточную степень свободы для того, чтобы экспериментировать и создавать новые общества на территории той страны, которая уже существует. Вот мне кажется, это достаточно разумно. Они обвиняют в том, что вы этатисты, что вы пришли, но не отменяете вот эти ужасные законы, которые были до этого в Путинской России. Наша задача не отменить законы. Наша задача освободить человека от действия этих законов, если он хочет от них освободиться. То есть оставить законы, но убрать правоприменительную практику или что? Как это работает? Убрать, оставить законы, но поддать людям свободу выхода из зоны действия этих законов на территориях, либо которые они идут осваивать то, что мы с тобой... А, то есть просто выделять им какие-то территории и говорить, вот этот кусок Сибири, вот здесь вы можете делать что угодно, живите там по своим законам. Я правильно понимаю? Не какой-то кусок Сибири. Не обязательно, это может быть ближайшая Подмосковья, например. Самый простой пример. Не, я Сибирь сказал не в том смысле, что это невозможно, чтобы утрировать это, а просто то, что Россия огромная страна, и вот там, не знаю, была какая-нибудь город солнца виссарионовцы, который построили под Минусинском, в Красноярском крае. Ну, их сейчас, правда, всех там запретили, но до этого, с 90-х годов, они вполне свободно себе там тусовали, жили по своим законам, у них там многоженство было, там и какие-то всякие такие вещи. То есть, они, в принципе, если бы виссариона так дальше никто и бы и не трогал, то можно было бы сказать, что это вполне себе такая либертарианская община. Да и ты в курсе вообще про этот кейс церковь Последнего Завета? Я знаю, я знаю, да, эту историю. Любое волонтеристское образование – это либертарианское образование. Разумеется ли, будут появляться в том числе образования, которые мне, Михаилу Светову, да, и большинству там моих друзей будут глубоко несимпатичны. Я не являюсь фанатичным верующим, я бы никогда не захотел в подобной юрисдикции жить, да, но идея-то не в том, чтобы создать юрисдикцию. А там у них была свобода выхода, если тебе что-то не нравится, там разонравился виссарион, все, пожалуйста, уходишь. Ну, очень хорошо, я не буду сейчас комментировать, я там подробностей не знаю. Разумеется, религиозные общины тоже по такому, прошу прощения, по такому принципу, могут организовываться. Это замечательно. Я считаю, что классический либерализм и минорхизм, они похожи по форме, но философски это принципиально разные вещи. Я сам себя считаю минорхистом, просто я прибавляю всегда к этому, что я вынужденный минорхист, потому что вот здесь идеология, да, она существует тоже в вакууме, она не считается с обстоятельствами, в которые мы поставлены. И она существует для того, чтобы как путеводная звезда, ну, показывать, а где вот направление абсолютной свободы. Ну да, мне заказывали видео про компас и ландшафт, что не стоит забывать о компасе, но нужно учитывать направление компаса, направление стрелки компаса, но стоит учитывать ландшафт, чтобы не упасть в яму. Да, вот именно оно. И я себя называю вынужденным минорхистом, потому что я уверен, что в чистом виде либертарианство никогда не состоится. То есть анкап недостижим. Я думаю, что анкап недостижим. Я буду рад ошибиться, но я сейчас считаю, что он недостижим. Но это не значит, что к нему не надо стремиться. Конечно, да. Это знаешь, у многих коммунистов такая позиция, что коммунизм, он может быть и не наступит никогда, но мы вот сделаем до хера хорошего, если будем к нему стремиться. Вот снова разница между коммунистами и либертарианцами заключается в том, что коммунисты занимаются социальной инженерией. Они пытаются изменить природу человека и создать из человека коммуниста. А как, не меняя природу человека, добиться, чтобы люди соблюдали договор о неагрессии? Договор о неагрессии, принцип о неагрессии. У нас не стоит задача заставить его соблюдать всех. Так они и не будут соблюдать. Еще раз акцентирую на этом внимание. И пусть не соблюдают. Наша задача — собрать достаточную коалицию, чтобы мы могли эффективно обороняться от тех, кто хочет агрессивное насилие по отношению к нам совершить. А если внутри этой коалиции кто-то будет друг другу подсирать? Нет, ну, совершать насилие. Да, агрессивное. Как любая структура. Это самый базовый уровень контрактных отношений. Вы отказываете от агрессивного насилия по отношению друг к другу. Если кто-то эти контрактные отношения развивает, он тут же оказывается вне правовых отношений либертарианских. В принципе, разумеется, такое может происходить. Задача — собрать достаточную коалицию, чтобы мы как от внешних агрессоров оборонялись, так и оборонялись от тех, кто, попав однажды вовнутрь, становится внешним агрессором. Вот и все. Это единственная цель. Собрать коалицию, которая может защитить свои интересы правовые. Ну, вы, в принципе, уже собрали эту коалицию в рамках ЛПР, насколько я понимаю. Нет, она пока очень маленькая. Мы не можем себя защитить. Ни от государственного агрессивного насилия, ни от более бытового. То есть надо больше людей, больше оружия, больше ресурсов или чего? Ну, в том числе, да, больше ресурсов, больше людей. Нужно двигать политику страны, в которой мы заточены сегодня. You have one old message. Tuesday, 5.48 a.m.